Всем привет! Меня зовут Игорь, я экскурсовод по городу Казани. И сегодня мы прогуляемся в районе площади Тукая. До революции площадь Рыбнарядская и посмотрим три локации необычных именно в этом районе. Ну а мы с вами сейчас находимся во дворе дома купца Лисицына. В феврале 1873 года здесь родится знаменитый бас на весь мир Федор Иванович Шаляпин. К сожалению, филигель дома утрачен еще в годы гражданской войны. То, что мы с вами видим сейчас, эти доски привезены из Вологодской области. Им 120 лет. Этот снимок Федор Иванович Шаляпин сделал в 1912 году. Нанял себе классного фотографа Сотникова и ходили снимались у Казани. Были здесь на улице Рыбнарядской на углу собачьего переулка. Так раньше называлось улица Некрасова. Вот такие необычные названия и необычные люди из нашего города. Необычный факт из жизни Федора Иванович Шаляпина. Когда-то в доме Лисицына он не только родился, но и даже учился. Он написал об этом в своей биографии. В 1881 году меня исключает из школы Ведерникова. За что? В этой школе учились мальчики с девочками и у меня разыгрался роман с одной из учениц. Похоже, целовались на последней парте. Обоих исключили. Мы сейчас находимся в старом доме Якима Коровина. Именно здесь когда-то в 2020 году случился необычный случай. Лестницу из этого прекрасного чугуна решили выставить на Авито. Читаем обвеление за 2020 год. Продается парадная лестница с поручнем из чугуна 1917 года в отличном состоянии. В комплекте три лестничных марша с поворотными площадками из чугунных плит. Цена вопроса 650 тысяч рублей. Лестницу продали, но общественность стала сопротивляться и стала говорить, оставьте все как есть. Лестница ведь в старом доме. В итоге лестницу сохранили, дом под охраной. Ну а мы возле старейшей аптеки города Казани. Аптека на Большой Проломный принадлежала богатой семье Бренингов. Аптека необычная. Не только воспоминания из далекого прошлого, но и настоящий музей. Пойдемте зайдем. Лучшая аптека Риказани, семья Бренингов. И рассказ об этой семье есть в этом доме, аптека превратилась в настоящий музей. Дело в том, что предметы, которые здесь выставлены, они все отправляют в далекое прошлое. Век 19 и 20. Здесь можно увидеть многочисленные предметы, выставленные в небольшом музее. К примеру, здесь рецепты, с которыми приходили клиенты к аптекарю Бренингов. Здесь есть кресло, которое восстановили в наше время. И также любой клиент может здесь присесть, взять себе воздушный десерт и насладиться атмосферой прошлого. Ну а немцы, Бренинги настолько были щепетильные, что даже поставили у себя в аптеке настоящий кассовый аппарат. Касса показывает уплаченную сумму. Как доказать, что товар куплен именно здесь? Конечно же, чек. Без чека ты не человек. Поэтому случаев обманов было сотни, но аптека никогда не обманет. А вот что можно было купить в аптеке на большой проломной. Зубной порошок, чтобы ваши зубки были белые. Бренинги настолько были знаменитыми, что среди них выделялся Арнольд Бренинг. Арнольд Бренинг, прекрасный фотограф, снимал Казань настолько качественно, что люди все были в кадре, как и сейчас. Ну что ж, наша туристическая прогулка подошла к концу. Если вы хотите узнать больше новых и интересных мест в Казани, подписывайтесь на наш канал Urban Media. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok